Салют, друзья! Изначально я этот канал делал на автотематику. И если вернуться к истокам, к самому началу моего канала, то увидите, что именно я снимал про авто. С переездом в Испанию начал снимать про жизнь в Испании, про то, как это дается, с какими трудностями приходится встречаться, и снимаю по сей день. Решил так вернуться в автотематику и рассказать про данный экземпляр. Это Volkswagen Touran 2012 года, 1.6, дизельный, на 105 лошадиных сил. Начало вообще этой машины в 2000 году, когда Volkswagen заела на букве Т, когда появились Tiguan, Touareg, да, и, собственно, появился Volkswagen Touran. Это 7-местный автомобиль на максимально экономичном двигателе 1.6, то есть мечта хорошего семьянина. Расход будет где-то 5,5 литров, соляра на сотку. Ну, плюс-минус. Когда мы говорим о вместительной машине, скорее всего, хочется начать с багажника. Итак, самый главный плюс этого автомобиля, это, конечно же, большой багажник. Возможности автомобиля позволяют перевозить именно такие крупноговоритные грузы и тяжелые грузы. Здесь у нас спрятаны два дополнительных пассажирских места, которые вот так вот поднимаются. Здесь у нас подголовники спрятаны. Но я считаю, что главное удобство – это все-таки задний ряд автомобиля. Пошлите посмотрим на него. Просто мы говорим об универсальности. По сути, мелочи приятны. Конечно, на ходу вы не сможете ничего кушать, да, там и стаканчик держать. Ну, вот так вот при остановке что-то перекусить. Сидение, которое здесь посередине расположено, оно складывается как подлокотник. Свои дефлекторы, которые можно направлять вверх-вниз, там вправо-влево. Еще классная фишка здесь есть. Устал сидеть в таком положении, потянул язычок и хоп. Я считаю, это достойный плюс для этого автомобиля. Итак, как мы увидели, нарисовалось у вас два дополнительных человека. Не проблема. Чик поднял третий ряд сидений. Убираем задний ряд. И у нас получается объем багажника, ну, минимум в 300 литров. Если складываем еще и задние сидения, то тут вообще объем почти 2000 литров. Ну, по сути, все это в компактном таком минивэнчике, который сделан для семьи. Так, и самое главное, наверное, что вам интересно, это что находится под капотом. Сразу хотелось обратить на необычное открывание капота. То есть он сначала двигается вперед, а потом поднимается. Да, так если посмотреть на первый взгляд, здесь очень мало места. Двигатель максимально надежный, дизельный. Вовремя меняю масло, обслуживаю фильтра, и вообще никаких проблем с ним не будет. Топливный фильтр взял, открутил. Звездочки эти фирменные, ваговские, открутил, поменял. Воздушный фильтр, в салонные, поменял тоже без проблем. Омывайку залить. То есть обычный человек без проблем сможет это поменять. Но Volkswagen этим славится, то что, ну, минимализм. И в то же время все есть, все необходимое, все нужное. Магнитола простенькая, конечно, стоит. Но что нужно? Радио, да, Bluetooth есть, AUX. Здесь у нас дополнительный бардачок. Сверху тоже, кстати, еще два дополнительных бардачка. Освещение сзади, как на задний ряд, так и даже на третий ряд. Пепельница тоже большая. Здесь у нас есть прикуриватель. Как раз разъем под AUX. Тут подстаканники. Здесь также есть под сиденьями. То есть у нас такое открывается. У нас есть снизу еще один. Тут не один миллиметр, сантиметр свободного пространства не упущен. Все будет использовано по делу. Ну, смотрите, здесь под ковриком есть тоже интересная нычка. Естественно, здесь будет обдув в ноги. И даже у пассажиров, которые сзади, тоже есть обдув ног. Естественно, полный стеклопакет. Стеклоподъемники сзади, спереди. Электроуправление зеркалами. Датчики света, дождя. Все как положено. Итак, это был небольшой обзор на Volkswagen Touran от меня. Решил начать именно с этой машины. Потому что сам люблю эти семейные автомобили, где можно положить кучу мелочевки. Поэтому поставьте лайк. Кто не подписан на канал, обязательно это сделайте. И давайте до следующих видео. Hasta luego.